Крепса предоставит нам доклад нейрональной функции альфа-3 изоформы натрия калиевого импефаза. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, я хотел бы рассказать тут одну историю, которая, мне кажется, будет интересна всем, кто занимается нервной системой и функцией нейронов, ну и все, что связано с нервной системой. Что-то там такое звучит, но мы будем говорить сегодня о структуре и функции изоформы калиевого импефаза. Калиевый импефаза, как вы все знаете, это комплекс. Я ее оставлю. Алло, что? Коллеги, кто следит за звуком, пожалуйста, отключите всем, кроме докладчика. У меня просто нету прав сейчас. Можно продолжать? Да, пожалуйста. Докладчику включите звук. Меня слышно? Алло? Да, слышно. Сейчас нормально. Запутался. Так, значит, это комплекс, собственно говоря, трех белковых субъединиц альфа, бета и гамма, которые отвечают за перенос натрия из клетки и движение калия в клетку. Вот. И, собственно говоря, функции – это контроль натриевого градиента на мембране клетки. И тут нужно добавить, что это единственный на данный момент известный транспортер натрия. Кроме того, конечно, этот фермент контролирует калевый градиент на мембране клетки. И определяет электрогенную фракцию мембранного потенциала, поскольку каждый цикл переносит три натрия из клетки, два калия в клетку и, соответственно, один чистый положительный заряд из клетки. Ну, и участвует в очистке, в контроле концентрации внеклеточного калия, в тканях такие, как нервная система, где узкие межклеточники. Ну, в общем, три субъединицы, и самая основная субъединица калия натриевой АТФазы – это альфа-субъединица. Она содержит все известные связывающие места для натрия, калия, АТФ и сердечных гликозидов, и отвечает как за транспорт ионов, так и за гидролитическую активность фермента. Бета-субъединица очень важна, но она в основном, насколько известно, важна для внутриклеточного позиционирования, то есть для доставки комплекса альфа-бета-субъединицы в наружную мембрану клетки. И гамма-субъединица, она играет модуляторную функцию. Давайте сейчас коротко посмотрим историю. Альфа, ой, калия натриевая АТФаза была открыта и охарактеризована Дженс Кристос Скоул в 1957 году. В 1965 году Роберт Пост и Вейн Эльберс определили, описали каталитический цикл этого фермента. В 1979 году появилось первое подтверждение существования разных молекулярных изоформ калий-натриевой АТФазы. Это было основано на… была сделана работа Кэтлин Сведнер и была основана как на изучении афинности калий-натриевой АТФазы к сердечным гликозидам, аубаину. Вот так и на Western Blood анализе этих ферментов. Была выделена альфа-изоформа и альфа-плюс изоформа. Альфа-плюс изоформа обладает более высокой чувствительностью к аубаину по сравнению с альфа… просто с альфа-изоформой. В 1986 году произошёл прорыв, заключающийся в том, что фермент был отклонирован и отсеквенирован. И было открыто на тот момент три альфа-изоформы калий-натриевой АТФазы млекопитающих. Это было сделано Джерри Лингрелл с его командой. И здесь на этой картинке показаны те места, собственно говоря, это N-конец альфа-субединицы и вот этот район, центральный район альфа-субединицы, где разные изоформы различаются. По аминокислотной последовательности. Соответственно, было подтверждено существование трёх субединиц альфа-1 и альфа-2 и альфа-3, которые раньше были объединены как альфа-плюс субединиц калий-натриевой АТФазы. Позднее была раскрыта альфа-4 изоформа у млекопитающих, но мы о ней говорить не будем сегодня. После секвенирования с 1987 по 1989 год была уйма исследований, исследований, которые показали, что, во-первых, альфа-3 изоформа экспрессируется в основном в нервной системе и в пределах нервной системы в нейронах. Кроме того, внутри нервной системы экспрессия этой альфа-3 калий-натриевой АТФазы изоформы неоднородна между разными центрами нервными и между разными нейронами. И, наконец, что экспрессия этой альфа-3 зависит от стадии развития животного. Обычно для крысы апрегуляция экспрессии альфа-3 калий-натриевой АТФазы происходит в первые постнатальные недели развития. Стало очевидно на основе всех этих исследований, что это не редандеси организации ионного транспорта. Но вопрос, который был сформулирован и остается до сих пор, почему в нервной системе экспрессируется альфа-3 изоформа, почему не во всех нейронах, и что же такое особенное по поводу изоформы, которая определяет ее экспрессию в нейронах. В 1991-1992 годах произошли первые исследования в трансфицированных клеточных линиях, где была трансфицирована альфа-3 изоформа и другие изоформы, и были сравнены их свойства, биофизические свойства. Было обнаружено, это опять же Джерри Лингрил во главе всей этой команды, что по сравнению с другими изоформами альфа-1 и альфа-2, альфа-3 изоформа имеет сравнительно низкую афинность к внутриклеточному натрию. То есть для половинной активации этой изоформы нужно 30 миллимолей внутриклеточного натрия, тогда как альфа-1 и альфа-2 изоформы активируются при 10 миллимолях, что является нормальным натрием для нейронов. Более того, эта изоформа для активации требует меньшую концентрацию АТФ. Примерно в два раза меньше АТФ нужно, чтобы эта изоформа была активной. И третье, эта изоформа не инактивируется при гиперполяризации, тогда как альфа-1 и альфа-2 изоформы. Их активность подавлена при гиперполяризации нейрона. На основе этих наблюдений было сформулировано, что, ну предположено вернее, что вот такой набор свойств альфа-3 изоформы делает ее уникальной, уникально подогнанной для работы в нейронах, которые по своему назначению должны генерировать длительные разряды, длительные высокочастотные разряды потенциалов действия. То есть, вот как тут внизу показано, длительный разряд, происходит аккумуляция антиглеточного натрия, истощение антиглеточного АТФ и постфитонической гиперполяризации. Альфа-1 и альфа-2 изоформы в этих условиях будут инактивированы или плохо работать, а альфа-3, согласно вот этим отличиям, будет продолжать работать. С 1992 года, до сегодняшнего дня, было сделано еще множество открытий, которые, собственно говоря, подтверждают уникальность и необходимость экспрессии альфа-3 изоформы антиглеточной фазы в нейронах. В 2004 году было впервые показано, что люди с гапло-недостаточностью в гении этой изоформы развивают rapid onset дистонии паркинсонизм. В 2007 году было показано, что если произвести нокаут этой изоформы, если будет полный произведён нокаут, то животные погибают в течение трех дней после рождения. Животные с гетерозиготным нокаутом живут, но у них есть как раз таки и моторные расстройства. В 2008 году были продолжены работы с мышинными линиями с неактивной альфа-3 изоформы антиглеточной фазы. В 2010 году была раскрыта связь между другой болезнью человека. Это alternative hemiplegia of childhood. Опять же, у людей с гапло-недостаточностью функциональной или экспрессионной альфа-3 изоформы кальнатриотной фазы. Но, подводя итог всем этим исследованиям, сейчас прошло 30 лет спустя открытие альфа-3 изоформы кальнатриотной фазы. Но вопрос о том, почему некоторые нейроны экспрессируют эту изоформу и она не экспрессируется в большинстве других клеток человеческой или животной ткани. Экспрессия, кстати сказать, филогенетически презёрфт этой изоформы. То есть, примерно, как у крысы экспрессируется эта изоформа, так и у человека. И гипотеза о функциональном значении альфа-3 изоформы для нейронов, как вы помните, высокоактивные нейроны якобы нуждаются в этой изоформе, до сих пор не проверено. И одна из причин вот этого нерешаемости этого вопроса заключается в том, что биофизические свойства альфа-3 изоформы не были, собственно говоря, исследованы в клетках, где эта изоформа как бы предполагается наиболее необходимой в нейронах. И не было сравнено, не была сравнена активность нейронов, которые экспрессируют эту изоформу, с другими нейронами, нейронами, не экспрессирующими эту изоформу. Собственно говоря, что необходимо, чтобы проверить эту гипотезу? Это, естественно, основываясь на симптомах человеческих заболеваний, выбрать центры мозга интереса, которые представляют интерес, изолировать оттуда нейроны или подготовить срезы мозга и далее измерить и сравнить биофизические свойства калинатриевой. АТФ-фазы в альфа-3 положительных, альфа-3 отрицательных нейронов, пэч-кламп или используя пэч-кламп в срезах или в дисцированных клетках. Параллельно измерить и сравнить возбудимость и характеристики разряда опять же нейронов, экспрессирующих эту изоформу или экспрессирующих другие изоформы. И, наконец, посмотреть, если все это складывается в одну какую-то цельную картину. Казалось бы, просто. Но вот здесь таблица показывает районы интереса, на которых нужно сфокусироваться. Слева мы видим симптомы заболеваний. Тут два основных заболевания человеческих. И дальше центры мозга, которые представляют собой интерес с точки зрения вот этой симптоматики. тут довольно все просто, но дальше начинается проблема. И проблема связана с тем, что идентификация альфа-третьей калий-натриевой в этой фазе. Это непростая задача. Но обычный способ – это использовать иммуно-антитела для идентификации этих нейронов. Ну, во-первых, это само по себе довольно трудная техника. Дальше. Из-за сложности нервной системы эта техника не всегда дает определенный ответ. Вот посмотрите, пожалуйста, на эту самую картинку. Это срез коры головного мозга крысы. И вот, ну вот, ладно, понятно, что вот этот нейрон, вот эти нейроны, вот вроде как мембранная окраска присутствует. Но наличие мембранной окраски на альфа-третью изоформу вот в этом нейроне, допустим, уже сомнительно и непонятно, есть она или нет. Потому что, может быть, это синаптические окончания, которые сидят на поверхности этого нейрона, а может быть, это все-таки мембранная окраска. Ну и самое главное, конечно, в электрофизиологических экспериментах иммунная окраска может быть использована только после того, как мы зарегистрировали что-то от нейрона, пометили его каким-то образом, потом сделали срез мозга и наконец там окрасили на эту изоформу. То есть она трудно совместима с электрофизиологическими экспериментами. Другой подход – это аппликация сердечных гликозидов леобаины, поскольку у газунов альфа-третья, альфа-вторая изоформа, они более чувствительны к гликозидов леобаину, чем альфа-1 изоформа. То есть можно использовать, регистрировать с помощью пейдж-клампа ток помповый, и по чувствительности к гликозидов леобаину этого тока определять, какая изоформа там экспрессируется. Проблема заключается в том, что, опять же, этот способ, подход не различает альфа-третью или вторую изоформу, у которых сходна афинность к леобаину. Леобаин плохо отмывается, соответственно, мы можем измерить активность только одного нейрона в срезе или в культуральной чашке. Но, кроме того, это различие афинностей альфа-1, альфа-3 и альфа-2 изоформы зависит от вида. Скажем так, у человека три изоформы примерно одинаково высоко афинны к сердечному гликозиду. Основываясь на этом, мы использовали молекулярную биологию и вывели так называемый альфа-3, альфа-3 NKA, ZS-Green Transgenic Mice. Что это такое? Ну, по сути дела, в дополнение к обычному гену альфа-3 изоформы помпы, в геном мышки был встроен ген, где находился промотор с куском первой зоны альфа-3 помпы и сразу за этим промотором был встроен ZS-Green протеин. Один – это что-то типа… в общем, это… не важно, в общем, ZS-Green протеин, который светится в зеленом свете. Вот это примеры среза мозга из этих мышек. Вот эти капельки здесь – это экспрессия ZS-Green протеина. что позволяет эта мышка? Ну, во-первых, позволяет картирование мозга. Вот здесь, для примера, приведено из работы Боджера и других окраска с помощью альфа-3 специфических антител мозга и примерно тот же уровень мозга из ZS-Green положительной мышки. Здесь кора. И, в принципе, видно, что в соответствии с окраской, иммунной окраской, экспрессируется во втором, третьем слое коры и в пятом слое коры больше альфа-3 положительных нейронов находится концентрация. Но совершенно очевидно, что гораздо более отчетливо эта экспрессия видна вот в этой трансгенной мышке. С помощью такого картирования можно, в принципе, оценить экспрессию в самых рангых районах нейронов, просто оценивая средняя интенсивность свечения пикселей в выбранных районах мозга. Оценить и сравнить между разными районами. Здесь просто приведен пример сагитального среза мозга. Опять же, видно, что в таламусе определенные ядра сильно экспрессируют, красное ядро экспрессируют, очень высокая активность в глубоких ядрах мозжечка и в других районах. Можно, соответственно, сравнить экспрессию, оценить экспрессию альфа-3 НК в тех районах, которые потенциально ответственны за симптомы человеческих заболеваний. И вот здесь такой короткий обзор разных симптомов – дизартрия, друлин, дистония и районов, которые потенциально ответственны за эти симптомы. Ну, соответственно, можно оценить с помощью этой мышки и в других районах мозга. Здесь пример ретины. Опять же, приводится сверху окраска с помощью антител. И вы можете увидеть, что совершенно невнятная, собственно говоря, такая картина. И здесь срезы, примерно тот же район, это срез ретины из мышки, которые экспрессируют здесь грин протеин под промотором, под контролем промотор альфа-3 изоформы. Здесь видно, что амакринные клетки и гонглиозные клетки, они в основном экспрессируют эту изоформу. помпы. Опять же, сравнение того, что мы можем получить при исследовании мозжечка. Здесь окраска на антитела слева, и здесь окраска, здесь экспрессия, здесь грин метки. Что самое интересное, что поркине нейроны, как выясняет согласно этому исследованию, не все поркине нейроны экспрессируют эту изоформу высокой концентрации, по крайней мере. Что, в принципе, дает нам возможность как раз проверить, отличается ли активность вот этих вот неэкспрессирующих поркинений нейронов от таковых, у которых экспрессия альфа-3 изоформы высока. Здесь гиппокамп. Опять же, слева сверху это окраска антителами, и совершенно другая картина при исследовании здесь грин положительных вышках. То есть пирамидальные клетки, по сути дела, очень редко в этом слое обнаруживается сигнал альфа-3 изоформы. В основном сигнал распределен в слоях содержащих интернейроны гиппокампа. здесь то, что оказывает возможность применения этой мышки в электрофизиологическом эксперименте. Сверху показана регистрация от интернейрона из молекулярного слоя гиппокампа, который не экспрессирует зеленый сигнал, соответственно, альфа-3 изоформу. Видно, что он активен и практически не реагирует на обоин. Здесь, насколько я помню, было 3 микромоля обоина. А вот вам интернейрон, который находится в том же слое, но имеет положительный сигнал. зеленый, и он тоже активен, и он чувствительен к обоину. То есть эта модель позволяет, собственно говоря, исследование на живых нейронах. Мы не делали патч-кламп, не успели просто, чтобы проверить периферические свойства. Возвершая эту часть доклада, эта модель, которая, к сожалению, была закрыта в связи с моим переездом из Америки сюда, но мы пытаемся ее сейчас восстановить с помощью Института биологии гена в Москве. Эта модель полезна для того, чтобы определять биофизические свойства и функциональную значительность из кислорезия альфа-3 калина-3 фазы в натуральных клетках, которые являются естественными хозяевами этой изоформы. Эта модель бесспорно поможет нам лучше понять фотофизиологию человеческих заболеваний, связанных с недостаточностью этой изоформы. Поможет нам понять функциональное значение нейроноспецифической экспрессии этой изоформы, и дальше можно, соответственно, применять эту модель для исследования экспрессии этой изоформы помпы в нормальных патологических условиях. Если у меня есть время, я могу чуть-чуть пройтись по альтернативным гипотезам. Как вы помните, та гипотеза, о которой мы говорили, что это биофизические свойства помпы подогнаны к тем требованиям к ионному транспорту, который существует в определенных нейронах? Я думаю, конечно, есть. Давайте рассмотрим. Тут существует несколько, как минимум шесть вариантов. Что эта помпа служит как резервная помпа. Но я сейчас просто пройдусь по этим вариантам. Это те люди, которым я очень обязан за помощь в тех исследованиях, которые проводились раньше. А вот здесь, значит, альтернативные гипотезы. Резервная помпа. Эта гипотеза основывается на различиях чувствительности изоформ в афинности к внутриклеточному надвию. И гипотеза предполагает, что альфа-третья помпа работает только в условиях, когда внутриклеточный надвий повышен, а в условиях покоя, когда внутриклеточный надвий более-менее находится в районе десяти миллиморий, то контроль этого внутриклеточного надвия осуществляется другими изоформами помпы. Ну, есть две проблемы в связи с этой гипотезой. Первое, что существуют нейроны, в которых других изоформ по сути дела нет. Только одна альфа-третья изоформ помпы экспрессируется. Вот вам пример. Здесь это срез дарзального ганглия крысы. И вот нейрон-4, в нем нет альфа-1 изоформы, вообще даже следа, но очень сильная экспрессия альфа-3 изоформы. В дарзальных ганглиях альфа-2 изоформа в нейронах не экспрессируется вообще. То есть в этом случае явно, что альфа-3 изоформа несет не только резервную помпу, но и резервную функцию, но и обеспечивает обычное поддержание ионных градиентов в состоянии покоя нейрона. Другая гипотеза предполагает, что изоформы, как бы существование изоформ обеспечивает дифференциальную регуляцию ионного транспорта разными медиаторами и гормонами. Но эта гипотеза в основном построена на таких примерах, как экспрессия альфа-2 изоформы в скелетных мышцах, где известно, что в принципе она сидит, эта альфа-2 изоформа в покое в скелетной мышце внутри клетки, и только при действии инсулина она транспортируется в поверхностную мембрану клетки, чтобы поддержать работу глюкозного транспортера и захват глюкозы из крови в скелетную мышцу. Соответственно, также предполагается, что допамин селективно активирует альфа-3 помпу, соответственно, будет модифицировать транспорт в тех нейронах, где есть альфа-3 помпа. В отличие от нейронов, экспрессивных только альфа-1 нейронов. Ну, проблема простая. Собственно говоря, нету до сих пор обоснованной, серьезной поддержки для этой гипотезы. Это все на уровне отдельных наблюдений пока. Третья гипотеза. Это не помповая сигнал-трансдакшн функция изоформы, предполагающая, что это изоформ-помпа является рецептором для эндогенных гликозидов. Соответственно, вот согласно гипотезе, в присутствии эндогенных гликозидов альфа-1 нейроны экспрессивных альфа-1 нейронов никак не отреагируют на низкие концентрации этих убаинов или минимально отреагируют. А те, которые экспрессируют альфа-3 нейронов, чувствительную к эндогенным убаинам, в них будут активированы узреклеточные сигнальные каскады и, возможно, модифицирована и изменена экспрессия разных генов. Основана гипотеза на разнице, опять же, на разнице чувствительности изоформ в афинности к сердечным гликозидам. Предполагают, что эндогенные сердечные гликозиды работают как стероидные гормоны. И альфа-3 нейронов – это один из рецепторов этих гормонов. Проблем тут много. Первая, допустим, проблема, что распределение альфа-3 нейронов, как я упоминал, филогенетически сохраняется. Оно одинаковое у самых разных видов млекопитающих. Но вот различие изоформ кальнатриот и фазов в их афинности к колбаину не является филогенетически предохраненным. Например, как, опять же, упоминал, альфа-1 и альфа-3 изоформа у человека имеют примерно одинаковую афинность, высокую афинность к колбаину. Дальше трудно, собственно говоря, пока у нас нет таких методов, которые позволяли бы нам четко разделить помповую и непомповую функции кальнатриот и фазы. Ясно, что в подмембранном пространстве могут происходить изменения концентрации ионов, которые, в принципе, могут запускать изменения в транскрипции различных белков. Но как это разделить, эти вещи, не совсем понятно. Также непонятно, в общем, точность определения концентрации циркулирующих эндогенных аубаинов. И есть проблемы с определением или характеристикой разницы. То есть мы знаем, как разные изоформы реагируют на аубаин. А вот как они реагируют на эндогенные аубаины, это еще во многом не исследовано. Четвертая гипотеза. Это различие регуляции ионного транспорта в разных компартментах клетки. Ну, предполагается, что, согласно гипотезе, альфа-1 изоформы может сидеть по всей поверхностной мембране клетки, а альфа-3 изоформа может находиться, локализоваться в каких-то особых компартментах, например, в районах саркопосматический ретикулен, очень близок к поверхности мембраны. И в таком случае активация этой изоформы будет контролировать ионы именно в этом компартменте. Опять же, до сих пор нету такой уверенной поддержки для этой гипотезы. Наконец, последняя гипотеза, которая, честно говоря, мне нравится не меньше, чем это самая первая, о которой мы говорили. Эта гипотеза была сформулирована Линдриллом, который заявил, что в реальности может быть никаких биофизических отличий, функционально значимых биофизических отличий разных изоформ и не существует. Но что мы должны принять во внимание, что разные нейроны во время развития созревают и достигают своей оптимальной функции в разное время. Соответственно, проблема какая? Либо иметь одну изоформу помпы и очень сложную транскрипционную регуляцию, которая будет подгонять экспрессию этой помпы под нужды данного нейрона согласно данной стадии развития. Или создать несколько изоформ, экспрессия которых будет контролироваться теми транскрипционными факторами, которые контролируют развитие данной нейрональной сопопуляции или данного нейронального подтипа. Вот, например, здесь транскрипционный фактор X ведет к экспрессии альфа-1 изоформы. Нейрон растет, растет, растет. Тут включается транскрипционный фактор Y для этого нейрона, экспрессируется альфа-2 изоформа, чтобы довести общую плотность мест от карии натриевой помпы до какого-то необходимого уровня данного объема клетки. И вот другая сопопуляция нейронов. Опять же, пока они растут, развиваются в самом начале, развиваются под контролем транскрипционного фактора X, который контролирует экспрессию альфа-1 изоформы. Но они достигают того же объема на более поздних стадиях, и их развитие контролируется транскрипционным фактором Z, и, возможно, этот фактор регулирует экспрессию альфа-3. В конечном итоге общий объем клеток одинаков, требование транспорта калия и натрия одинаково, и общая плотность мест натрия калия в этой фазе одинаково. Ну, собственно говоря, вот и все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Максим Григорьевич. Коллеги, угодно ли вопросы? Елена, пожалуйста. Здравствуйте. Слышно меня? Да. Спасибо за доклад. Два вопроса. Во-первых. Во-вторых точках. В одной комнате два зум-прибора надо какой-то выключить. Так. Какие вопросы? Да. Вы вернулись, да? Не слышно сейчас. Слышно. Елена, вас не слышно. Елена, может, вы напишите тогда в чат? Хорошо, да. Со звуком. Так. Так. Можно, Елена, пишет? Да, конечно, Римма Германовна. Да. Ага. Так, сейчас. Максим Григорьевич, у меня просьба такая. Знаете, мы сейчас прослушали пять альтернативных гипотез. Вы не могли бы еще раз нам сказать, как выглядит первая гипотеза? Главная, основная. Главная, основная, которая мне, собственно говоря, нравится, что биофизические свойства альфа-3-изоформы очень удачно совпадают с теми требованиями к транспорту калия-натрия у нейронов, которые разряжаются длительно и высокочастотно. То есть в этих нейронах большой вход натрия и калий-натрия альфа-3-изоформа отлично контролирует натрий вот в таких условиях. Альфа-1-изоформа при большом, скажем так, альфа-1-изоформа половинной активации 10 мм натрия. Когда 30 мм натрия в клетке, она уже все, насыщена. Если дальше натрий будет возрастать, активность альфа-1-изоформа нарастать не будет. А альфа-3-изоформа, у нее половинная активация при 30 мм, и она отлично будет продолжать контролировать натрий при его нарастании за пределы 30 мм концентрации. То есть она обеспечивает какие-то специфические функции нейронов, я так понимаю, да? Благодаря своим биофизическим особенностям. Ну, она обеспечивает тем нейронам, которые должны разряжаться высокочастотно и полить длительные. Вот скажем так, она экспрессируется в нейронах, контролирующих мышечные веретены, да? Это нейроны, которые постоянно активны, по сути дела, вот как у нас вы протянете руку, да, вот они начинают полить непрерывно разряды, которые сообщают мозгу, что у вас мышца растянута. И достаточно высокочастотная, если сильно растянута мышца. В таких нейронах, согласно этой гипотезе, альфа-1-я помпа просто не справится с контролем натрия. А альфа-3-я изоформа будет как раз хорошо там работать. А скажите, пожалуйста, вот на рисунке, где была гипотеза номер 4, там был нарисован нейрон и саркоплазматический ретикулум. И альфа-3 субъединиться, значит, вы говорили, что как-то с ним взаимодействует. Эту структуру есть в нейроне с саркоплазматическим ретикулумом? Ну, как, неправильно назвать саркоплазматическим ретикулумом. Вы его назвали по плазматическим ретикулумам, я почему спрашиваю? Этоплазматический. А, это ошибка. Да, это ошибка. Я переключился на сердце, у меня уже мозги. А, ну все, тогда понятно. Прошу прощения, спасибо. Максим Игоревич, вот в смысле вопрос от Елены Смирновой. Значит, даже два. Один. Монадин используют в последнее время для активации помпы. Есть ли опыт работы с ним в срезах мозга? У меня нет. И второй вопрос. О, баин светочувствительный. Означает ли это, что нужно работать в темноте? Ну, он не настолько, то есть его готовить надо и хранить перед применением в темноте. Во время эксперимента темнота не нужна. То есть он не такой светочувствительный, чтобы это в течение часа все разрушилось бы. Елена Смирнова говорит спасибо. Спасибо. Могу я задать вопрос? Конечно, Сергей Игоревич. Максим, а вот я видел не так давно работы, как раз сделанные использованием вот этих трансгенных мышей на срезах мозга, в которых показывалось, что в основном альфа-триизоформа экспрессируется в интернейронах. Можно ли вот так однозначно говорить, что именно интернейроны, проводя функциональную связь, которую вы видите, что именно они способны в этом случае генерировать вот такие долговременные разряды. И калий-натриевая от фазы третьей изоформы ее находятся там для того, чтобы нивелировать скопление, большое скопление, накопление натрия внутри. Пока однозначно ничего сказать нельзя, потому что, ну вот, скажем, это, во-первых, зависит от района мозга, где она экспрессируется. Как я уже упоминал, похоже, что да, в гиппокампе она экспрессируется в интернейронах, не столько в каких-либо других нейронах, сколько в интернейронах. И что действительно сейчас необходимо сделать, чтобы вот ответить на ваш вопрос, на него пока нельзя ответить. Надо действительно пропочевать и сравнить активность вот тех нейронов, где экспрессируется альфа-третия помпа, и опять же полить на них аубаином, посмотреть, что станет с этой активностью, и сравнить с активностью нейронов, которые там, может быть, находятся в той же самой структуре, но не экспрессируется там альфа-третия помпа. Пока этого не сделано, мы будем гадать, потому что есть еще гипотезы, что это связано, некоторые авторы утверждают, что габаэргические нейроны, вот они экспрессируют альфа-третию помпу. Хотя есть, опять же, работы, показывающие, что нет, не обязательно этот нейрон габаэргический. То есть этот вопрос остается открытым, к сожалению. Понятно. Можно второй вопрос? Понятно. По поводу аубаина. Известно, что третья изоформа обладает максимальным страстом к аубаину. Там, в принципе, связывает в наномалярных концентрациях. Но при этом ингибирование, то есть как в ферментативной активности, происходит только начиная с 10-наномоли и выше. Но предполагается, что, в принципе, вот такие низкие концентрации аубаина могут потенциировать. Работа натрий-калия от эфазы, как я понимаю, что ускорять вот эту рециклизацию процессов выноса натрия. Но при этом известна регуляторная функция натрий-калия в этой фазе. И можно ли что-нибудь сказать, какие внутриклеточные каскады связаны с третьей изоформой? И какие внутриклеточные каскады могут запускаться при таких маленьких концентрациях у аубаина? Есть, это, видимо, вопрос Борису Крылову. Он как бы пропонент этой самой, типа, рецепторной функции альфа-третьей изоформы калий-калий-калий-калий-калий-калий-калий. Я на одном из слайдов попытался порассуждать, поэтому для меня, лично для меня, я отношусь к этим, таким вещам с большой осторожностью или с большим скепсисом. На основании чего? На основании того, что, как я упоминал, самое главное основание для меня. Эндогенные аубаины – это как бы система, которая, похоже, одинаково присутствует у человека, у крыс. То есть это такая глобальная система. Если мы предполагаем, что разные изоформы, помпы по-разному участвуют в регуляции каких-то там механизмов через эндогенные аубаины, мы должны были бы предположить, что и экспрессия разных изоформ, и их чувствительность, в основном их чувствительность к эндогенным аубаинам, будет одинаково в разных видах животных, включая человека. Но совершенно точно известно, по крайней мере для простого аубаина, что все три изоформы человеческой, человеческие изоформы, у них одинаковая, примерно одинаковая афиность, высокая афиность к аубаину. А вот у грызунов там по-другому. Как это объяснить с точки зрения вот этих вот эффектов очень низких концентраций аубаина, которые могли бы активировать что-то там через альфа-3, допустим, изоформу помпы, и как это связать с филогенетической презервацией экспрессии альфа-3 изоформ у разных видов и связать с тем, что афинность к аубаину одинаковая в одном случае у разных изоформ и различается в другом случае, для меня это непонятно. Ясно, спасибо. Можно мне задать вопрос? Да, конечно. Ну, Михаил Георгиевич, спасибо. У вас такой получился доклад, который очень будет фантазией. Но я ограничусь двумя вопросами. Значит, вы рассказали про пять гипотез и обсудили все, как бы сказать, известные факты про альфа-1 и альфа-3. Но я ни в одной из этих гипотез не увидел объяснения разной константы Михаэлеса для альфа-1 и альфа-3. Не может ли это быть связано вот с чем? Да, и альфа-3 не экспрессируется в каких-то частях мозга. Не может ли это быть связано с тем, что, допустим, альфа-1, какая-то из этих, какие-то из субъедницы, экспрессируется в зонах, где не чувствуется недостатка поступающего кислорода, но с такими, как бы, вроде гипоксическими зонами. Когда в гипоксической зоне разгружаются митохондрии, им не надо все время с очень высокой активностью синтезировать АТФ. Вполне может быть. А вот, кстати, скажите, я сразу, в стволе мозга гораздо больше нейронов, экспрессирующих альфа-3 форму, чем в коре мозга, чем в глубоких ядрах мозга. Вот в этих районах есть различия? Ствол мозга, он более, скажем так, гипоксичен или нет? Я просто не знаю. Михаил Георгиевич, про мозг я вообще ничего не знаю, кроме надежды, то у меня он точно есть. Вот. Ну, и тогда это люди, которые занимаются действительно вот по этой биохимией, нейрохимией, скажем так. И второй еще вопрос. Не может ли, как бы сказать, альфа-3 субъединиться на трикалевые атефазы быть пережитком прошлого? Вот я имею в виду, вы говорите, у разных видов, но у вас фактически человек, мышь, крыса пока, да? А ведь и до сих пор существуют какие-то такие виды. Ну, допустим, ныряющие черепахи. И так далее. Которые очень хорошо переносят гипоксию при ныряниях. И у них, в общем-то, не изменяется деятельность мозга. То есть вопрос заключается в том, что есть, может быть, какие-нибудь работы, где все-таки искали эту субъединицу альфа-3, но у каких-то ниже лежащих или стоящих на филогенетической. Но мы охарактеризовали то, что у нас вышла статья, филогенетическая презервация на самой экспрессии. Мы охарактеризовали экспрессию альфа-3-инзоформы в торзальных гаммных нейронах. Начиная с лягушки, потом была черепаха, птицы, цыпленки, человеческие ганглии, ганглии крыс и мышей. То есть везде, во всех этих, начиная с лягушки, эта изоформа экспрессируется в самых больших нейронах дарзальных ганглиев, которые, по всей видимости, являются как раз нейронами проприорецепторов. То есть в этом отношении там все сходится. Насчет пережитка, ну как сказать, я не думаю, что это пережиток. Если бы это был пережиток, то есть были бы другие изоформы, которые бы там замещали в случае чего. Но совершенно очевидно, что у животных, если устроить полный нокаут этой самой альфа-3-инзоформы, дохнет это самое животное. Что у человека, здесь гетерозиготная недостаточность, развиваются заболевания, и другие изоформы никак не могут, по-видимому, не повышается уровень экспрессии, даже нет попытки компенсировать эту недостаточность. То есть что-то в ней такое специальное есть, в этой изоформе. Нет, это обязательно должно быть, иначе бы она не сохранилась в геноме. Просто могут по аминокислотной последовательности какие-то древние отличаться от современных. Тут же главное, на мой взгляд, разная степень зависимости от внутриклеточной концентрации АТФ. Спасибо. Возможно. Еще, кстати, дополнить к вашему вопросу, у этой самой зебра-фиш, да, у нее вообще семь изоформ калинатров этой фазы, и четыре из них похожи по своему этому, на альфа-3-ю. То есть, если уж говорить, то вот они от рыбы в человеку, количество изоформ снижается. Спасибо. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Можно вопрос? Конечно, я решу. В самом начале доклада, излагая первую эту гипотезу, посетовали на том, что не совпадает определение нахождения третьей сумединицы с электрофизиологическими свойствами природа, которые выявляются в эксперименте электрофизиологического. Ну, скажем, с помощью клемпа регистрируется частота и длительность файринга, того, что нейрон разряжается. А в чем причина все-таки? Вы показывали пример. Вот смотрите, этот нейрон вроде бы работал много, а у него третья сумединица практически мы не можем выявить. А он прекрасно работал где-то, и наоборот. Все-таки в чем эта трудность? Это экспериментальная трудность? Или это зависит от природы? Нет, это эксперимент... Олег Гершевич, на данный момент это сугубо экспериментальные трудности. Да, мы можем великолепно с помощью пэч-клампа регистрировать активность данного конкретного нейрона. Но мы, к сожалению, у нас очень мало инструментов, чтобы сказать, какая конкретная изоформа или комбинация изоформ помпы в этом нейроне экспрессируется. И именно из-за этого мы попытались сделать эту мышку, чтобы заранее на срезе мозга видеть, ага, вот этот зелененький, мы туда перейти ловим чпок и посмотрим, как отличается его активность от которой рядом сидит, не зелененький. Или тактическая задача. Но это колоссальное... Понимаете, 30 лет. Мы уже толчемся вокруг этого вопроса. И вопрос не решен. То есть это колоссальный шаг вперед. Если мы бы смогли решить наконец этот вопрос, это был бы прорыв вперед. А пока вот мы вот так вот мусолим разные гипотезы. И все. Значит, у тебя в этой игре на стороне третьей судебницы. Как ее определить точно? И при этом можно было бы изучать корреляцию. Да. Спасибо. Так, коллеги, есть ли еще вопросы? Можно еще один вопрос? Да, Антон, пожалуйста. Вот можно показать с помощью математической модели, по крайней мере, что если у нейрона не меняется объем, то каждый раз после какой-то нагрузки этот нейрон, он приходит на самом деле в другое состояние покоя. То есть при этом потенциал... Ну, мы пробовали с первой изоформой. И с ней получается, что потенциал мембранный практически не меняется, то есть меняется в пределах одного милливольта. А концентрация натрия внутри клетки и концентрация, а скорее даже концентрация калия внутри клетки, она меняется, может разниться на десятки мили-молей. Помогает установить единственное состояние равновесия изменение объема. Ну, и оно присутствует... Эти механизмы присутствуют у нейрона, и действительно, наверное, состояние равновесия, оно единственное. Но это вот эти два механизма. С одной стороны, необходимость изменения объема для установления единственного состояния равновесия, и наличие первой или третьей изоформы, они могут быть связаны друг с другом. То есть, по-видимому, когда изоформа не первая, а третья, то в случае, если объем фиксирован, то состояние равновесия может гулять в большем диапазоне. Вот. Это, мне кажется, один из вариантов первой гипотезы, но он не касается состояния сильной активности, а больше касается состояния равновесия. Спасибо. Ну, то есть, в модели это легко попробовать, что будет. Но интересно ваше мнение, предположение, что можно было бы увидеть в эксперименте. Нет, мы с вами уже это самое пытались, мне очень стыдно, насколько сил не хватает. То есть, я верю, что моделирование, в принципе, оно могло бы нам дать, ну, может быть, не ответ на вопрос, но подсказать какие-то конкретные пути, которые следует более подробно исследовать. Ну, а вот в отношении изменения объема, вы что думаете, может быть, этот фактор важен и связан как-то с наличием той или иной изоформы в нейронах? То есть, например, те нейроны, у которых изоформа третья, они, ну, скажем, либо они сильнее изменяют свой объем, либо у них состояние равновесия не одинаковое после какой-то нагрузки, не возвращается к предыдущему после нагрузки. Состояние... Так, насчет объема я, честно говоря, просто не думал. Это надо думать. Состояние равновесия, это зависит от того, какое, ионное равновесие или что? Мембранный потенциал и концентрация калия внутри, прежде всего. Ну, согласно основной гипотезе, самое главное, за что отвечает альфа-третья помпа, это концентрация натрия, потому что это единственный транспортер, который может этот самый натрий из клетки выгонять. Единственный известный. Концентрация калия может контролироваться дополнительными путями. Вот, то есть, и основная гипотеза, она все-таки привязывает альфа-третью помпу к гомеостазу, в первую очередь, к гомеостазу натрия. Я согласен, моделирование могло бы нам много чего дать тут. Хорошо, спасибо. Спасибо. Так, коллеги, есть ли чужие? Ну, как говорится, остальные додумают свои вопросы и придут к вам в кулаварах. Максим Георгиевич, огромное спасибо, очень интересный доклад. Спасибо. Как всегда, будет воображение и заставляет что-то придумывать новое. Спасибо. Я сейчас не могу анонсировать, что у нас будет следующий. в серии семинаров Крепса, но что-то обязательно будет. Коллеги, есть ли кто-то желающий высказаться? Может быть, не вопрос, а... Лев Гришевич, если вы говорите, вас не слышно. Да. Хочется поблагодарить докладчику. Очень интересный, хорошо построенный доклад, который действительно вызывает интенсивную дискуссию. Другое дело, что вряд ли бы сильно помогли в этой дискуссии докладчики. Ну, да, в вашем случае было интересно. Спасибо. Безусловно. Спасибо. Похлопаем. коллеги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok